Восточные боевые искусства Традиции единоборств находят свое отражение и в древних культурных артефактах. Например, на золотой пластинке первого тысячелетия до нашей эры из Восточной Сибири изображены борющиеся воины, подпоясанные широкими кушаками. Фигуры борцов согнуты в характерной позе с захватом пояса и ног противника. На серебряном блюде эпохи хазарского каганата борцы были одеты в халаты. Они изображены при совершении приема, который можно условно назвать передней подножкой. Тюркский поэт Юсуф Баласагуни в XI веке писал о борьбе на поясах. «Если можно мириться, мирись. Если нет, надень доспехи и борись», схватившись за пояса. Арабские путешественники Ибн Фадлан, посетившие Волжскую Бугари в 922 году, и Аль-Гарнати в 1131 году оставили небольшие заметки о народном празднике и о борцах-пехлеванах. А в XIII веке некий Лачин Хисами из Болгара написал даже целый трактат – подарок борцам, соревнующимся на Майдане. О борьбе, как об обычном деле, упоминает золотардынский поэт Сайф Сараи в XIV в XIV веке. В своей поэме «Гулистан бить тюрки» он отмечал, что труд наставников, обучающих молодежь борьбе, оплачивается государством. Описание схваток борцов нашло отражение на страницах татарских сказок, легенд, достанов и даже пословиц. Например, таких. «Джигит познается на Майдане». «Без борьбы можно победить лишь во сне». Вероятно, древняя борьба наших предков представляла собой не статичную борьбу на поясах, а динамичное противоборство с подножками, подхватами и, возможно, ударами. Как и многие другие виды боевых единоборств, Кырэш прошел путь от рукопашного боя без правил до состязания с четким регламентом. А способствовал сохранению этого вида спорта национальный праздник Сабантуй. Кырэш в татарской культуре стал не просто частью праздника, но и кульминацией всего Сабантуя. Этнограф Карл Фукс в начале XIX века описывал это так. «Все татары, старые и малые, собираются около полудня и делают из веревки круг, около которого сидят или стоят зрители». На середину круга выступают два борца из числа молодых и здоровых татар. Они своими кушаками обвязываются таким образом, что оба обхватывают их руками и, наклонившись, поворачивают друг друга то в ту, то в другую сторону, стараясь один другого повалить на землю. Победитель получал ценный подарок или деньги, собранные богатыми татарскими купцами. По словам Фукса, татарский батыр, умеющий хорошо бороться, мог получить таким образом довольно значительную сумму. Таким образом, основные правила «Куряж» утвердились уже в XIX веке. Цель состязания – уложить соперника на спину без применения подножек и подтечек. Для удобства обоюдного захвата борцы обязаны бороться в кушаках. Длина кушака между кулаками должна быть такой, чтобы кулаки оказались на спине соперника. Чтобы совершить бросок, необходимо обладать не только физической силой, но и прекрасно владеть техникой борьбы. После нескольких удачных схваток победитель становится претендентом на звание сильнейшего борца батыра. Таких претендентов набирается несколько человек, и их борьба между собой становится кульминационным моментом состязаний. Организацией схваток руководит Майдан-баш. Победителя состязания называют батыром Сабантуя. Ритуал его награждения такой же древний и неизменный, как и сам праздник. Батыру предназначается баран, которого нужно на поднятых руках унести с Майдана, тем самым еще раз продемонстрировав свою силу. В знак особого почета и уважения батыру принято дарить вышитое полотенце. Подношение молодых женщин, вышедших замуж после прошлогоднего праздника. Изысканным подарком дорожат, берегут его. И поныне в ряде районов определяют лучшую рукодельницу, изготовившую полотенце победителю. Но в наши дни к этим традиционным подаркам может прилагаться и новый автомобиль. Самая знаменитая схватка на Майдане произошла в 1994 году и получила название «Поединок века». Это была борьба двух легендарных борцов Ракипа Хамитова и Рашита Самигулина. В советское время крэш выходит из узких рамок праздничного народного состязания и постепенно оформляется как спортивная дисциплина. В 1928 году в Казани проводится первое официальное соревнование по борьбе крэш – спартакиада автономных республик и краев. В том же году проходит первая всесоюзная спартакиада по борьбе крэш. В 1968 году создается Республиканская федерация татаро-башкирской национальной спортивной борьбы крэш. Издается свод правил соревнований, разрабатываются методические рекомендации, пособия и учебники. Новой вехой в истории крэш стало создание 15 апреля 2005 года по инициативе Всемирного конгресса татар Федерации национальной спортивной борьбы татарща крэш Российской Федерации. Начиная с 2004 года крэш выходит на мировую арену. 9 сентября 2009 года были созданы Международная и Европейская ассоциации татарской борьбы на поясах крэш, которые начали проводить чемпионаты мира и Европы. Международная ассоциация в составе Всемирного комитета традиционных видов борьбы вошла в Международную федерацию объединенных стилей борьбы, которая является членом Международного олимпийского комитета. Сегодня в Международную федерацию поясной борьбы крэш входит 42 страны. Созданы официальные национальные федерации по борьбе крэш в Узбекистане, Иране, Пакистане, Таджикистане, на Украине, а также Азиатская ассоциация татарской борьбы на поясах крэш. Начал развиваться этот вид спорта и в других странах. Беларусь, Казахстан, Южная Корея, Индия, Монголия, Китай, Туркменистан, Молдова, Латвия, Абхазия, Киргизстан и другие. Международные турниры по крэш ежегодно проводятся на четырех континентах мира. Борьба крэш жива и развивается на мировой спортивной арене, олицетворяя связь поколений и неразрывность национальных традиций с современной жизнью. Продолжение следует...